Всем привет! Продолжаем путешествовать по моему маленькому городку. Вот забрел я на улице Фурштадтскую. Находится она в центре города у нас. Раньше она по-разному называлась. Улица Петра Лаврова, Третья Артитерийская улица, но сейчас вот она Фурштадтская. Вот Фурштадтская, дом 40. Данные я беру из википедии и тексты с сайта CityWalks. В середине 19 века на участке номер 40 стоял двухэтажный дом с каменным низом и деревянным верхом. В 1961 году его приобрел адмирал Петр Федорович Анжу. Дети адмирала в 1872 году продали генерал-майору Дмитрию Ивановичу Павлову. В 1873 году участок был расширен, потому что прикупили соседнюю часть. И здесь был построен двухэтажный жилой флигель с окнами ФСА. В 1884 году, после смерти Павлова, его братья продали лицевой дом и флигель жене гвардии капитана Елизаветы Ивановны Гибиус. Елизавета Ивановна Гибиус, вот что я про нее нашел. Имела троих детей. Марина, которая умерла в блокадах. Людмила дожила до преклонных лет в Ленинграде. Сын Георгий Мегрилова в первый год революции за границей. И следы его затерялись. Так вот, Елизавета Ивановна была женой Владимира Ивановича Гибиуса, который жил с 1848 по 1918 год. Был военный писатель, принимал участие в военных действиях в Малой Азии. Написал книгу «Осады и штурм крепости Карс». Отслужил капитана в 4-й батареи Ленингвардии артиллерийской бригады. На 1 января 1909 года в управление Одесского военного округа. Потом их старинного, известно еще при Иване Грозном, купеческого рода. Умер Владимир Иванович Гибиус в 1918 году в возрасте 70-го года. В госпитале, где его скрывала дочь Людмила, служившая там медсестрой. А скрывала его, как написано, «от справедливого гнева новой власти». Вот такие данные так написано. Вот это за этой ванной Гибиус. В 1885 году зеркал был построен новый дом архитектором Тацкий. Изображение на фасаде жезла Меркурия обозначает принадлежность владельцев дома к купеческому сословию. Помещения в новом здании задавались наем. В июле 1900 года весь участок был передан в штаб отдельного корпуса жандарма. Сразу же после покупки жандармского управления начало строительство отдельного четырехэтажного флигеля. Архитектором был Иосиф Юлианович Мощинский. Кстати, после революции 17-го года здесь находился арестный дом. Так вот, в этом арестном доме, в арестном учреждении провела заключение Анна Александрова Танева, Вырубова. Ну вот, кто не читал, очень интересная у нее книжка есть. А книга эта называлась, если я не ошибаюсь, «Страница из моей жизни». Две публикации было издание «Париж, 22-й год» и «Берлин, 1923. Дневники и воспоминания Анны Вырубовой». Еще в 1993 году была издана книга Фрейлина Ее Величества Анна Вырубова. Анна Александровна Вырубова и Танева – это ближайшая и преданнейшая подруга императрицы Александры Феодоровны и Муариско. Кстати, она считалась одной из самых горячих почитательниц Григория Распутина. В июне 1917 года здесь проходили заседания 3-й Всероссийской конференции профсоюзов с участием Ленина, Свердлова и Колонтая. Позже в статях разместили коммунальные квартиры. Здесь было руководство профсоюзов, фаб-завковыми, ну и так далее. Различные журналисты работали здесь в редакции журналов многих профсоюзов. Ну, в 90-х годах здесь, кстати, был Балтийский банк. Ну, вот, собственно говоря, все, что я смог найти по Фурштадской, дом 40. Все, всем привет, до свидания, приходите. Вообще, Фурштадская очень интересная улица, есть очень много интересных домов и, честно говоря, зная некую историю, историческую справку, имея на руках, очень интересно бродить и смотреть на эти дома. Все, всем пока, всем привет, до свидания.